ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите сегодня! Экспанд Ралли Экстрим! Новый класс машин, те самые Экстрим! По большей части, это внушительные внедорожники а-ля Париж-Дакар, а также примкнувшие к ним приземистые GT-прототипы. Майкинг Хистери, Зе Калм Эн Зе Сторм. Подробная энциклопедия с точным указанием, кто, когда и каким количеством дивизий. Реальные события, соотношение сил и прочей тонкости тщательнейшим образом соблюдены. Крутой Тони! Похождение балбеса! Действия игры разворачиваются в 50-х годах 20-го века в маленьком городишке Вашингтон, что на окраине штата Нью-Мехико. В свете софидов Тони, юный отлев частного сыска. Нитростантрейсинг, стейдж-1! Дебют французской студии GameSeed. Футуристические гонки по трекам с огромным количеством трамплинов, гигантских метель, труб и других трюковых приспособлений. Алоха, братья мои геймеры! С вами Фак и Влад Леков. Фак — это компас мир компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Два года назад поляки Techland дебютировали в жанре серьезного автосимулятора со своей X-Pand Rally. Игра получила не самые лестные отзывы за безобразную физику, отсутствие реальных марок машин, дилетантский дизайн и прочие непростительные для серьезного автомобильного симулятора недостатки. Зато в активе имелся фирменный движок Chrome, выдававший впечатляющую на тот момент картинку. И вот сейчас Techland вернулись с X-Pand Rally Extreme, которая официально издана только в Восточной Европе, а у нас распространяется силами фирмы 1S. Сомнения в том, что Techland умеют делать качественные автосимуляторы, у нас, впрочем, остались. Судите сами. Во-первых, один новый класс машин, те же самые X-Pand Rally Extreme. По большей части это внушительные внедорожники а-ля Париж-Дакар, а также примкнувшие к ним приземистые GT-прототипы. Вторым пунктом идут новые виды гонок. Ориентирование по чекпоинтам в компании трех соперников и редкие шоссейно-кольцевые этапы. Ситуация с лицензиями осталась столь же плачевной. Иначе говоря, все без исключения автомобили в игре выдуманные. Каждый экземпляр, конечно, отдаленно напоминает реальный прототип. Поэтому догадаться, что за маской Center Court скрывается Ford Focus несложно. Рекомендованные системные требования. Процессор с частотой 2,5 ГГц, 512 МБ оперативный и 256 видеопамяти. На жестком диске X-Pand Rally Extreme займет 2 ГБ. Геймплей гоночного симулятора самым непосредственным образом связан с поведением машин на трассе. Но физика автомобилей выглядит все так же неубедительно. Характер дорожного покрытия под колесами по-прежнему влияет на их поведение самым странным образом. Какое уж тут удовольствие от вождения! Тройка за геймплей. Положительным изменением подверглись только трассы, которые больше не похожи на широкие ровные проспекты. Настоящие раллийные спецучастки, как известно, узкие, извилистые и постоянно бросают из стороны в сторону. Жаль, что в Techland узнали об этом только сейчас, а не два года назад. Проблема в том, что обновленные трассы смотрятся не самым лучшим образом. Пейзажи местами выглядят волнительно, но о фотореалистичности речи не идет. Четыре балла за внешний вид. Звуковое сопровождение довольно стандартно. Вряд ли вас удивит рев какого-нибудь внедорожника или звон разбивающихся стекол при аварии. Претензии есть только к репликам штурмана, поэтому тройка за звук. В заключении стоит отметить тот факт, что в комплекте с X-Pand Rally Extreme теперь поставляется редактор для создания собственных трасс. Но, к сожалению, X-Pand Rally заслуженно не пользуется популярностью у моддеров. В отличие от того же Ричард Бернс Ралли, в который поклонники играют до сих пор, тройку получает сегодня раллийный симулятор X-Pand Rally Extreme. Те небольшие улучшения, которые аддон вносит в оригинал, сегодня уже ничего не изменят. На дворе 2007 год. На прилавках магазинов лежит новое поколение раллийных симуляторов, где уже имеется настоящая грязь, реалистичные повреждения, деформированный лавшафт и все остальное, чего у X-Pand Rally Extreme нет. А конкуренции с нынешними лидерами, например, Колин Макрей Дёрд, польская игра никак не выдерживает. Поклонники X-Pand Rally, тем не менее, все же есть. И для них наши ответы на ваши вопросы. Вопрос. Сейчас во многих симуляторах гонок можно тюнинговать и изменять внешний вид своей машины. А есть ли такая возможность в X-Pand Rally Extreme? Отвечаем. Да, разработчики заготовили около 800 запчастей для тюнинга вашего авто. Вопрос. А сколько всего машин и трасс в игре? Отвечаем. В X-Pand Rally Extreme вас ждут более 20 раллийных автомобилей и 67 заездов в 5 различных регионах. Вопрос. А как в новом X-Pand Rally обстоят дела с мультиплеером? Отвечаем. Вам будет доступна сетевая игра в интернете и по локальной сети. Вопрос. Я совсем плохо играю в гоночные симуляторы. А есть ли в X-Pand Rally режим для новичков? Отвечаем. Да, разработчики предлагают вам выбрать один из двух режимов игры. Интуитивный аркадный или скрупулезный симуляторный. Кто бы мог подумать? Making History the Calm and the Storm начинала свою историю как интерактивная энциклопедия, посвященная Второй мировой войне. А в итоге обернулась внушительным варгеймом. Обычно мы наблюдаем обратную историю, когда варгеймы превращаются в интерактивный учебник истории. А вот такая революция — это что-то новенькое. Итак, встречайте. Самая честная игра, посвященная Второй мировой войне. Making History the Calm and the Storm. Университетское образование авторов видно в Making History невооруженным взглядом. Подробнейшая энциклопедия с точным указанием, кто, когда и каким количеством дивизий гордо красуется на самом видном месте. Реальные события, соотношение сил и прочей тонкости тщательнейшим образом соблюдены. Армии щеголяют широким выбором исторически достоверных юнитов. Кстати, о слове «широкий» — это ключевое слово всего проекта. Боевые действия захватывает едва ли не весь мир. В качестве участников выступают 80 стран. Making History описывает период с 1936 по 1945 год. При этом тут всего 5 сценариев, представляющих разные этапы войны. Мало справедливо возмутиться любитель повоевать. На первый взгляд, действительно не густо. Но разработчики позволяют сыграть за каждую из доступных сторон. Так что любая компания всякий раз переворачивается с ног на голову. Системные требования к игре таковы. Процессор с частотой 2 ГГц. Гигабайт оперативный и 64 МБ видеопамяти. На жестком диске Making History займет 1 ГБ. Компания — не самое подходящее слово для происходящего на экране. Геймплей скорее напоминает партию. Разработчики поступают как в шахматах. Расставляют фигуры. Задают начальные условия. После чего передают нам бразды правления. Далее мы вольны творить практически все, что заблагорассудится. Наука — пожалуйста. Развивайте любое необходимое направление. Экономика — конечно. Решайте сами, что производить. Развитие инфраструктуры целиком на ваших плечах. Дипломатия — вперед. Заключайте альянсы и стравливайте виртуальных врагов друг с другом. Любители пошаговых варгеймов будут в восторге. 5 баллов за геймплей. Внешне Making History больше всего напоминает ожившую настольную игру. Зеленые колоники, по которым шагают анимированные солдатики, под развивающимися флагами. Все очень мило и по-домашнему. Интерфейс тоже вышел ладный. 5 баллов за графику. Звук в такой игре, как Making History, конечно, примитивен. Во время авианалетов вы слышите один и тот же сэмпл с взрывающимися бомбами и сиренами. Четверка за звуковое сопровождение. В итоге игра получилась хорошая, но свою жанровую нишу занять ей не удалось. Она застряла где-то между серьезной глобальной стратегией и дополнением к четвертой цивилизации, посвященной Второй мировой войне. В итоге четверку получает игра Making History – The Calm and The Storm. Все хорошо, вот только авторы совершенно забыли о нормальном обучающем режиме. Без него в многочисленных возможностях легко заблудиться. Но истинные фанаты жанра легко простят игре такие мелочи, равно как и совершенно никудышный искусственный интеллект. Making History – классический варгейм, слишком сложный для посторонних, но для своих игра практически идеальная. Только не забудьте подыскать хорошего напарника. А самые частые вопросы по игре мы разберем прямо сейчас. Вопрос. Что такое Wall Points? Отвечаем. Wall Points в Making History – главное мерило победы. Любой сценарий ограничен во времени, так что по окончании заданного числа ходов бой останавливается и, набравший больше всех очков, становится победителем. Вычисляются они за все – от количества поверженных врагов до уровня развития экономики. Вопрос. А какие критерии победы заготовлены разработчиками? Отвечаем. Всего имеется три режима определения победы. В альянс идет командный зачет, и отдельные страны уступают место группировкам. Идеологи выявляют самую успешную идеологию – нацизм, коммунизм и так далее. А Узнейшн – каждый сам за себя. Смотрите во второй части программы. Крутой Тони. Похождение балбеса. Действия игры разворачиваются в 50-х годах 20-го века в маленьком городишке Вашингтон, что на окраине штата Нью-Мехико. В свете софитов Тони – юный адрес частного сыска. Нитро Станд Рейсинг – стейдж-1. Дебют французской студии GameSeed. Футуристические гонки по трекам с огромным количеством трамплинов, гигантских петель, труб и других трюковых приспособлений. Смотрите во второй части программы. Нитро Станд Рейсинг – стейдж-1. Дебют французской студии GameSeed. Футуристические гонки по трекам с огромным количеством трамплинов, гигантских петель, труб и других трюковых приспособлений. Крутой Тони. Похождение балбеса. Действия игры разворачиваются в 50-х годах 20-го века в маленьком городишке Вашингтон, что на окраине штата Нью-Мехико. В свете софитов Тони – юный адепт частного сыска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давным-давно, когда компьютеры были большими... Вернее, нет, чуть попозже. Давным-давно, когда компьютеры лежали горизонтально, на 286-х машинах существовала незабвенная станд с палитрой аж в 16 цветов. За прошедшие почти 20 лет многие пытались повторить ее успех, но не всем это удавалось. Среди самых удачливых претендентов были такие проекты, как серия Trackmania и Hot Wheel World Race. И вот, встречайте, в жанре автогонок с претензией на автотрюкачество новое лицо – Nitro Stunt Racing Stage 1. Могут ли классические кольцевые гонки по увлекательности и динамизму сравниться с такими зубрами стритрейсинга, как последние три части Need for Speed или, например, консольный Midnight Club 3? Казалось бы, ответ очевиден – нет, не могут. Однако молодая компания GameSeed, штат которой укомплектован экс-сотрудниками Atari и Info Games, собралась проверить вышеупомянутый постулат на прочность игрой Nitro Stunt Racing. Приставка же Stage 1 недвусмысленно говорит о том, что игра будет выпускаться по частям, что само по себе является смелым ходом разработчиков. В России задачи по локализации игры взяли на себя российское отделение GFI и компания Rusabit M. Системные требования игры таковые. Pentium 4 – 1,8 ГГц, 512 МБ оперативки, 64 МБ видео и 1 ГБ на винчестере. Идея проста и привлекательна одновременно. Чтобы кольцевые треки не показались скучными, дизайнеры GameSeed оснастили каждый из них огромным количеством трамплинов, гигантских петель, труб и других трюковых приспособлений. По внешнему виду некоторые трассы напоминают аттракцион «Американские горки». В дополнение к этому машины снабжены нитроускорителями, а некоторые модели даже реактивными двигателями. Несмотря на подобную фантастическую направленность Nitro Stunt Racing, авторы предоставили нам в пользование серьезную физику и управление. Пятерка за геймплей. Графика в игре безупречна и содержит в себе весь необходимый набор для современных автоконов. Тут вам и грязь, летящая из-под колес, и любовно выписанные модели автомобилей, и всякого рода мелочи, оживляющие трассу. А уж вид из кокпита автомобиля способен нет-нет, да всплеснуть адреналина в кровь игрока. Время от времени, конечно, возникает ощущение, что то тут, то там что-то не доделано. Наша оценка графического наполнения 5 баллов с небольшим минусом. Звук в игре на уровне, но не более того. Музыкальные композиции, развлекающие нас в меню, не приедаются, но и в память не западают. Рев у туристических болидов, сопровождающий нас в течение всей гонки, постепенно начинает казаться однообразным, но в то же время от него никуда не деться. Четверку за звук получает Nitro Stunt Racing. Первый блин у французов из Game Seed, конечно, далек от мрачно-традиционного кома, но в то же время им есть над чем поработать при создании Stage 2. Посмотрим, пойдут ли им домыслы игровой общественности на пользу, ведь потенциал создать хит налицо. Но не будем излишне суровы. Для дебютного проекта очень даже ничего. Главное, не потерять хватку и довести сериал до уровня признанных столбов жанра. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Честно говоря, выпускать автоаркаду частями — идея хоть и смелая, но весьма сомнительная. Если какого-нибудь Фаренгейта это воспринимается как должное, то в случае с Nitro Stunt Racing как минимум вызывает легкое недоумение. Однако не будем забегать вперед и посмотрим, смогут ли французы из Game Seed в последующих частях избавиться от грехов первого эпизода и исправить свои ошибки. Ну а пока что для тех, в чьих жилах бьется ритм каскадерства, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. А как управлять болидом в воздухе? Отвечаем. Полетом назвать это трудно, скорее больше похоже на затяжной прыжок. Однако ряд аэродинамических свойств у авто безусловно присутствует. Схема проста. Nitroускоритель действует как реактивная тяга малой силы, а кнопки, отвечающие за газ и тормоз, в воздухе начинают функционировать как рули высоты у самолета. То есть вы можете управлять, пусть и непродолжительное время, тангажем автомобиля. Следующий вопрос. А есть ли в игре секретные треки и авто? Никак не могу их найти. Отвечаем. К сожалению, нет. В игре присутствуют только закрытые трассы и модели, которые по мере прохождения будут становиться доступными. А как быстро, зависит от ваших успехов в поле. Пять лет назад вышла в свет адвенчура, посвященная целой эпохе с флагманом жанра LucasArts, известная как Тони Крутони «Бешеная тыква». И вот итальянцы из Progress Research решились на сиквел, ничуть не смущенные тем, что первая часть хоть и получилась добротной и с юморком, но каноны жанра поколебать не смогла. Под светом софитов вновь крутой Тони, малолетний раздолбай, простите, балбес с отвязным чувством юмора и непрошибаемым нигилистическим цинизмом. Действия игры разворачиваются в 50-х годах 20-го века в маленьком городишке Вашингтон, что на окраине штата Нью-Мехико. Когда-то население городка составляло аж 22 человека, однако после небольшой трагедии, разыгравшейся на днях, это число уменьшилось на единицу. Беспринципный грабитель, порывшись в доме престарелой дамы, довел бабушку божий одуванчик до инфаркта, и старушка благополучно отправилась к верхним людям. Завершающим мазком этой леденящей кровь истории стал факт побега пойманного негодяя из-под ареста. У главного же героя Тони свои проблемы с учебой, с отцом-идеалистом и с кармой вообще. Но страсть Тони к частному сыску скоро сделает его тем, кто распутает этот злочастный клубок во имя, как он сам выражается, летающих тарелок. С такой вот многообещающей завязки начинается эта игра. Системные требования вполне демократичны. Это Pentium 3, 1 ГГц, 256 МБ оперативки, 64 МБ видео и всего 700 МБ на жестком диске. Крутой Тони похождения балбеса в первую очередь подкупает оригинальностью своего игрового мира и верностью традициям жанра адвенчур. Загадки здесь в меру сложны и интересны, а диалоги в купе с монологами и комментариями главного героя способны надолго врезаться вам в память. Отдельное спасибо за качество перевода хочется сказать студии Новый Диск. Они не стали трогать звуковые дорожки, оставив их на оригинальном немецком и изменив только субтитры. Это вносит в игру определенный колорит. Твердые 5 баллов ставим за геймплей. Графика, как и все остальное в игре, сугубо индивидуальна. Игра переместилась в полноценный трехмерный мир. Количество локаций и объектов в нем значительно возросло. Нимика и движение героев выглядят вполне реалистично. И вообще видеоряд игры создает неповторимую атмосферу, в которую хочется погружаться вновь и вновь, вникая в перипетии ой, как непростых злоключений Тони. Наша оценка графического наполнения 5 баллов. Звуковая начинка игры, как и в любой другой адвенчуре, состоит в главном образом из разговоров и реплик Тони относительно тех или иных действий игрока. В видео вставках играет меланхоличная музычка, как нельзя кстати подходящей эпохи североамериканского провинциального застоя. 5 баллов получает крутой Тони за звук. За 5 лет прошедшие с релиза первой части итальянцы из Програф Ресерч многому научились, выработали свою концепцию чернейшего юмора, нашли место под солнцем и, как говорится, поймали волну. Все вместе это составляет неповторимый стиль, без вариантов ставим 5 баллов за игру. Так держать Амигос! Крутой Тони похождения балбеса за место совсем иного теста, нежели его предок. Здесь все новое, начиная от декораций, погружающих нас в атмосферу американского захолустья середины прошлого века и заканчивая индивидуальным черным юмором. Локализаторы из нового диска тоже не подвели. Каждый знает, что плохой перевод способен загубить любой самый амбициозный проект. Но это не тот случай, и в компании с Тони вы проведете не один час, наполненный мрачным весельем и смакованием реплик главных героев. Для тех же, у кого возникли проблемы с прохождением, наши разгадки самых головоломных мест игры. Первый вопрос. В больничной палате от меня на шкаф ускакало мыло. Как мне его достать? Отвечаем. Сдвинуть шкаф для Тони, убежденного сторонника дистрофии, как он сам в этом признается, задачка непосильная. В этом деле нам поможет измеритель давления, который нужно подложить под шкаф, и дело сдвинется с мертвой точки. Следующий вопрос. В третьей сцене Святой Отец никак не хочет пускать меня в церковь. Как быть? Отвечаем. Да, репутация Тони идет спереди него, и путь в святую обитель ему заказан. Однако в этом деле нам поможет мел, подобранный на бензоколонке, с помощью которого Тони примет образ седовласого старца и без проблем войдет в святая святых Вашингтона. Следующий вопрос. А как мне обмануть шерифа в тюрьме? Отвечаем. Вам придется собрать своего двойника на тюремной койке с помощью подушки ночного горшка и парика. Подушку нужно спереть из соседней камеры с помощью метлы. Ночной горшок попросить у шерифа, а парик вы заранее купили у Алексис в аптеке. На сегодня это все. Меня зовут Влад Лехов, это был Фак. Заходите в форум на нашем сайте moz.tv.ru Мы и там с вами еще пообщаемся. Присылайте свои вопросы на адрес faqsobaka.moz.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова